Девушки отдыхают Борьба, если сказать обранная, то это жизнь сейчас Может быть временная жизнь От Алексеева, конечно, прежде всего нужно было позаимствовать его возможность балансировать От Белоглазого, несомненно, его скорость, его скоростные качества От Фазаева, его мощь и силы Я думаю, что в борьбе нужно идти через содержание То есть, когда работаешь над техникой, то стараешься, так сказать, какие-то нюансы познать И начинаешь уже, сам начинаешь уже какие-то приемы изобретать То есть, ищешь, просто ищешь свой стиль, свою технику Каждый прием, он отдельно сначала отрабатывается Но класс определяет у спортсмена тем, что к одному приему у него 10 статистических подготовок У спортсмена, который классно ниже, у него там одна То есть, все приемы, они делаются отдельно А потом, в процессе отработки, в процессе борьбы В совершенство техники пришли связки, приемы Связали их в одну целую, в одну комбинацию Когда партнер всегда с тобой рядом Хорошо, если на тренировке, даже вне тренировки Иногда приходят какие-то мысли Где-то приемы, можно даже ехать в автобусе, допустим Вспомнить какую-то схватку и какое-то положение И создать прием Начинать с ОЗО Мы шли к этому пути 5 лет Мы копировали многих, Лешак-Вурадова копировали И Ерыгина копировали Надо все попробовать, я думаю И пока ты не попробуешь одного, другого, третьего Не найдешь свою Будешь метаться и шарак в этой стороне Но это дороги определенные Можно не увидеть Можно не увидеть долгие годы Если говорить об Арсене Я бы назвал три главных момента Которые определяют почерк Арсена В первую очередь Где-то высокое творческое мышление Психологическая устойчивость И огромная трудоспособность Когда мы сегодня наблюдаем за техникой И почерком Арсена То я вспоминаю те тренировки Когда они с тренером Буквально не сходили с ковра Если он отдыхал после утренней тренировки Каждый день ему приносил на тренировку и чай И он буквально отдыхал несколько часов Продолжал вечернюю тренировку И эта вечерняя тренировка После сна переходила в зарядку Вот как раз тогда закладывались Вот эти все комбинации И связки, которые сегодня восхищают Всех специалистов вольной борьбы Хотя в принципе эти действия Всем знакомы, всем известны Но найдя свое понимание этих приемов И связав их в комбинации по-своему Ведь он нашел сегодня новые приемы И вот сегодня мы наблюдаем такой феномен Как Асен Сагар Если молодой спортсмен только пришел в зал Только начал тренироваться Я считаю, что тренер прежде всего должен его учить Не только к одному, к двум, к трем приемам А учить ко всем приемам Именно чтобы он знал все приемы Умел делать их Именно к разнообразной борьбе У каждого борца Есть ли особенности техники Допустим, Фаджаев он накатывает Сам, я думаю, ни человек это не делает КОНЕЦ КОНЕЦ Я старался каждый сбор что-то новое для себя брать Можно сказать, что взять Если повешенность надо посмотреть Который все знает А все равно с каждого сбора Я старался увозить что-то свое Кстати, вот этот прием от Ливана телесюзи Он делал безукоритный Что мне нравится в Алексееве В нужный момент и в нужной схватке Он всегда бывает очень собранным И очень ответственным И никогда не упускает своего шанса Все ценится, конечно Характер борца Который проявляется в экстремальных ситуациях Именно в самых экстремальных ситуациях Тогда, когда вопрос решается или-или Ну, были вот такие случаи Он прозевал, выход на ковер Спал, лежал на матах А его уже вызывает Тогда три периода было Он проиграл в первом периоде 16 очков 16 очков? Я к нему подошел и видя Ты разогрелся сейчас? Разогрелся Такой спокойненький Давай Как начал его раскручивать Так он отыгрался 16 очков Еще три плюсы очков Выиграл И в дворец стоял Ну, посмотрите, характер такой Хочется сказать, что нужна школа У нас сейчас витяк поставлен Взяли человека правом влево Давай из него тащить результат Натаскивает он на желтат Натаскивает на мелкие соревнования Он научился два-три приема Его раз на соревнования Да, он может на первых парах играть Но потом получается в голову этой борцы Школа Стоящая такая Базовая школа Позволяет ему проводить Комбинационно приемы Связки Не получился один прием Переходит на второй Не получился второй Переходит на третий И все Сначала Вместе с тем Свинчивый высочайший темп И все На вторых парах играет то я переживаю за него, он за меня. Я должен анализировать своих соперников. И в то же время, когда он выходит, я остановил его соперника. То есть это мне совершенно не нужно, но так уж получается, что я всегда приковываю, пусть не его соперник, а мы к своей. Грамотно будет все. Он переходит с одного приема на другой. Вот это очень хорошее качество. Перевел в ПТО, обязательно провел этот прием. Не ждет, пока соперник примет свой ход. Он сам атакует персонажа и сам проводит прием. Мы вместе не оттоймируемся. В борьбе нужен определенный настрой на схватку, на встречу, потому что больно бывает очень часто. И вот как-то он с Блатом трудно настроиться, знаете, на такую жесткую схватку, на такую жесткую борьбу. Ну и на тревоге мы только можем разбирать какие-то определенные технические действия. Идеальный борец на сегодняшний и завтрашнего дня должен обладать бросками. Нет бросков, нет борца. К сожалению, мало бросков у нас. А тем более с ногами вообще нет. Никто ногой даже не пытается что-то сделать. А это наполовину беднеет борьба. Сейчас вот говорят, что невозможно, мол, да и не сделаешь хорошему борцу отхват там или что. Это же неправда. Как что-то наши делали, там, баловаты, там, вошили. Ну, или говорят, ну, тогда другие времена были. Это глупые разговоры. Тогда что, совсем ничего невозможно сделать? Тогда не выходи на ковер. Отношения к борьбе – это самое главное. Когда есть у человека подход, и подход к профессиональному, и мы что-то боимся этого слова. Я думаю, что это неправильно. Нечего бояться. Если художник под кое-кому делу непрофессиональному, он вряд ли создает что-нибудь такое. То есть профессиональный подход нужен везде. И здесь тоже. Чтобы делать прием четко и красиво, это надо миллион раз повторить. Довести его до автоматизма. На соревнованиях бывает так, что движение опережает мысль. То есть ты не думал на это пойти, а уже движение переделаешь прием. Само по себе возникает. Не допускать ошибок. Именно правильно, как шахматисты, именно правильное передвижение на ковре. В нужный момент ты должен своего соперника поймать, выиграть балл. Но ни в коем случае, в тот момент, когда он тебя ждет на открытом нике, чувствовать себя хозяином ковра. И ни в коем случае не думать о проигрыше. Поймать в мгновение, когда созрела ситуация. Ситуация для проведения приема. Если он начнет чуть раньше, рано, чуть позже, поздно, тут нужна абсолютная точность назревшей ситуации. Даже сегодня. Именно точно тогда сделала, когда нужно было. Я же не успел это раскрыть. Хотел сказать, Витя делаю, а он уже сделал. Тренер должен спортсмену доверять, а спортсмен должен верить тренера. Если этого нет, отдача не будет. И вот мы своего тренера верили. И он никогда мне говорил, вот так вот не делал. Он всегда говорил, вот тебе получается так? Делай так. Тебе так нравится? Делай так. А у нас, знаете, вот на 15 сантиметров ногу не туда поставил, говорит, ой, ты не туда ногу поставил. Приемы все знают. Например, бросать мельница каждый параллельник умеет. Но я, например, как я хочу. Даю прием, и я смотрю, как он его делает. То есть он именно делает так, как ему удобнее. Он сам себе выбирает позы. Вот я сказал, что вот Алексей именно бросает так, как никто не бросает. Потому что ему так удобнее. И творит. Он творит приемы. Очень хорошие, талантливые борцы пропадают. Да потому что все шаблонно заставляют делать. Ну как можно заставлять двухметрового парня на коленях ползать? Вот Ирыгин, если бы я поставил на колени, он посредственным борцом был бы и ушел. Его мама не родила для того, чтобы на коленях ползать. Он стоят, прямо стоят, понимаете? Вот ему сюда и надо цеплять приемы. Когда я борюсь со своим соперником, я могу сказать, что он будет делать, что он задумал и что он хочет сделать. Угадываю как-то. И когда он начинает, я уже знаю, что он делает. Он борется с эпизодами. Он не может так вот выходить и от начала до конца свежести минут работать. Он борется с эпизодами. Вот он сделал какое-то техническое действие. Потом есть небольшой пик. Он опять начинает делать несколько действий, доводит его до конца, то есть набирает основное количество баллов. Потом с него делать небольшой пик. Потом опять таким вот рваным тыпом борется под завет. И он начинает. По-моему, из наших не было такого чувства, он ведь абсолютно никого в ноги не запускает. Главное – это мышление, главное – это дух, а потом уже совершенствуем всю технику. Через быстроту, через реакцию, ну и физической силой поймал на мозг силы, не будешь иметь, не положишь. Без силы борцу никуда не годится. Мне могут благодарить, что здоровяки же есть сильные, почему они не становятся чемпионом? Мы говорим о том, что он умный борец, у него мышление хорошее, у него есть вооружение, но ему надо еще и приобретать силу. Есть сила врожденная, но есть сила, которая нарабатывается. Хватка такая, знаете, это призводная уже. Хватка поймал, не отпустить, это тоже заложено от грудь матери, но ее только совершили. Из плохого хорошего не сделаешь, можно из хорошего лучше сделать, и раз в другой разговор. Мне бы очень хотелось иметь такую же скорость, такую же подвижность, как и у Фазаева, но в то же время я должен сказать, что он очень умен на ковре, он очень умно борется, и с ним всегда приятно бороться. Я, наверное, все не уступил немножко психологическом плане. Честно говоря, с начала схватки не пошла борьба, и как-то потом не мог себя мобилизовать. Такой темп, во-первых, был рваный. Если бы сразу нагнетать, 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 ну, что-то у меня с этим не получилось. Творчество не надошло в схватке. Не получилось, ты сегодня, может, слабее. Но ты должен проиграть достойно. Должен выйти и дать такой бой, что трещало все вокруг. Люди сказали, о, действительно, ну, смотрите, он проигрывает, а он парень с характером, дух по у него, он какой. Он не вышел ни с баньем, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер. Он по жизни шагал над по мостам, по канату, по канату, на тянутому как нерв. Крррррррррррррррр! Посмотрите, вот он без страхов не ведет, чуть правее наклон упадет, пропадет, чуть слевее наклон. Все равно не спасти, но должно быть, ему очень нужно пройти четыре четверти пути. Но самое главное, конечно, быть человеком вне спорта. Не то, что в спорте мы встречаемся, там, боимся с противниками, там, может быть, и с противников есть друзья хорошие. Ну, на этом не заканчивается борьба, в кругу борьбы только. Жить-то она будет продолжаться. Если ты был в спорте человеком, значит, и в дальнейшем, я думаю, что будет дальше жить. Его дня, другой, без страховки идёт, тонкий шнур под ногой, упадёт, пропадёт, право влево наклон, и его не спасти, но зачем-то ему тоже нужно пройти. Четыре, сейчас верти в пути! Субтитры подогнал «Симон»